Канал Анжела Женя представляет Мохбанк! Мы пошли хомячить, и вы с нами! Всем доброго вечера! Доброго-доброго! У нас с одной стороны добрый, с другой не добрый. У нас дождь снит целый день, а сейчас резко начался такой ветер, мы возле моря, что мне кажется, что кредко взлетят все крыши домой. Серьезно, аж страшно. У нас сегодня зеленый борщ, мы доедаем вот такой. Да, это больше нет его. Больше нет, да, оно было вкусно. У нас чебуреки, есть рецепт на заварном тесте. Да, вот такие вот, смотрите, они аж пузырчатые, аж прозрачные. Вот сейчас посмотрю, они... Там мяско там внутри, класс! Там мяско, да, они светятся. Классно! Вот так вот, смотрите. То есть тесто очень-очень тоненькое и мясо. Мясо у нас говядина, много-много лука, чеснок. Посмотрите рецепт. Ажика? Вот, и сделал я эти чебуреки на старом... Старый такой лапхак был. Такая гогушка, тоже увидите. А! Увидите. Так, у нас аджика домашняя, свежая, не вареная. Это... Да, да, сегодня взял. У меня сегодня все не делал бы. Сметана, вот такое. Свежая. Свежая, да. И молоко. Иногда хочется с молоком, иногда помните, как в Советском Союзе было. Полстакана сметаны, я огромный-огромный чебурек и в дёрочку. Так, у нас сегодня за первый дождь, за второй, за третий. У меня наливка, у меня сегодня... Бабушкина наливка. У меня уже не малиновая, да. Я брала в стероченную смородину, решил взять малиновую. Но, а Женка чуть-чуть венца. Так что всем приятного аппетита! Сладненько-вкусненько. Сладненько. Очень сладненько. Очень сладненько. Я не люблю кисло. Кисло не люблю. А что-то бошь у нас такой шел. Кстати, борщ. Я говорю, зелёный борщ. Соскучились. Да, соскучились. С говядинкой. Я говорю, зелёный борщ, но, честно говоря, в Израиле найти щавель очень-очень сложно. И поэтому я решила... Я взяла, знаете, листья этого... Буряка. Как это называется? Ну, не ботва. Ботва. Ну, листья буряка такие большие, огромные. Ботва. Я их серединку убрала, она жёсткая. Порезала. Просто, когда варила борщ, я чуть-чуть, граммочка добавила лимонной кислоты. Абсолютно не отличишь от щавель, честно. Очень вкусно получается. У нас в деревнях, кстати, так и готовили. У нас щавель была. Здесь что-то щавель... Ну, бывает. Бывает. Но бывает очень редко, честно. И он как-то сразу вялость такой становится. Совсем не аппетитный. Поэтому... Не щавель его борщ, а просто зелёный борщ. Если бы то его нет, я не снимала. Обычно вообще. Зелень. У меня была кинза и петрушка. Ну и всё. Очень вкусно. Обалдеть. Мне, мол, и так понравился, что, по-моему, придётся ещё раз готовить. Не? Не надо. Ну, попозже, да. Ну, попозже, да. Ну, перерывчик. Попозже. Вот. Ну и чё, блики с ней решила делать? М-м-м. Медесерт, значит, всё, знаете, что? Термис. То есть у нас такое... Кавказско-итальянский стол сегодня. Русский, наверное. Больше, наверное, русский зеленый. В общем... Интернациональный. В израильске молоко. Угу. Так, леска ветер поднялся. Просто обалдеть. Угу. У нас дом старый. Мне кажется, сейчас всё повылетает. Всё окна и всё. Соколи лет? Лишь 60, наверное. Да. Братья, сначала израиль. Это раньше было... Сначала израиль, это больше, чем 60. Говорят так, что я не знаю точно, как бы не утверждаю. Но говорю, что это раньше вообще были казармы. Так говорят. А потом их перестроили. Потом их перестроили в жилые дома. Это не вот эти вот новые, вернее, старые, которые здесь внизу. Находите, и эти тоже? Угу. Что ж? Какое войско должно было быть? Ну, раньше, раньше в шестидневную войну, когда была, в Израиль, я не помню, какой год. Когда воевали с тремя странами, да? Угу. С тремя странами, за шестидневые победили. Три страны. Впервые выстроили. Так вот. А тебе дома можно? С тех пор, в военных училищах, изучают эту экстратегию. Не только в Израиле, а в Асамире. Да? Да. Ну вот. И раньше эти дома можно купить было квартиру. За 20 тысяч долларов. Сейчас старые эти дома. У нас очень старая квартира. Я боюсь прикасаться к чему-нибудь коммуникации. Потому что придется менять все. А это очень не кстати. Потому что, еще я повторяю, у нас в ближайшее время уже проект сделан, уже все-все-все. Уже практически все, оно готово. Будут... Ну, я не думаю, что вот зимой начнут строить. Я думаю, ближе все-таки к осени. Здесь... Они здесь строят, когда хотят. Но здесь дело в том, что у нас гора. И они хотят строить место, где гора. Сначала нужно выровнять этот ландшафт. А потом... Не обязательно. Ммм. Как? Ну что? Вот дальше, за этим домом, есть место, чтобы поставить высотку. Ставить высотку, сносят это и ставят остальные высотки. Ну, не знаю. Это мое у меня не жалко. И гору вообще не трогают. Ну, я так думаю, что будет сносят гору, а можете еще... Ну, гору. И в эти дома просто нам дадут квартиру. Вот еще будет 5-6-7 лет. Там, не важно. Года летят, вот так не летят. Поэтому вкладывать деньги в квартиру, которую потом тебе снесут, и все бабки после тебя пойдут на помойку. Но немножко жалко. Такое начало, что 20 тысяч долларов стоили квартиру. Сейчас вот наша квартира небольшая. У меня 48 метров чистого. И все трубы надо менять, все надо менять. Ремонт, ну как ремонт. Космический ремонт у нас есть, но как бы ремонт, да? То вот с таким вот ремонтом, вот с такими трубами, она сейчас стоит где-то 650. 650-700. Короче, 200-600-600-700. Шекелей это 200 тысячи долларов, да? То есть разница, представляете, до 20 тысячи 200 тысяч долларов. Очень часто мне пишут, мы хотим купить квартиру, мы хотим купить квартиру. Почему? Потому что в новом доме будет стоить миллион с чем-то. Вот считайте на 3,3. Во сколько? Поэтому выгодно вложить. Мне даже мой адвокат, который по квартирам, говорит, ты не хочешь продать? Я говорю, да нет, как бы. Мне пока честно, ничего. Но, да, вы знаете, она очень теплая. С этими старыми окнами она теплая. Мы жили в других квартирах, где окна получше. Ну, мне больше, правда, были. Холодные были квартиры. А это тепло. Хотя с моря дует-дует. Вот. А она болевшая? О чем? Странный вопрос. О коронавирусе? 800. 830. Охренеть. Ух. В катеризме до 500. И поднимаем, поднимаемся. Было 600, 700. А поднимаемся уже до 700. А почему? Потому что открыли садики. 174 садиков вроде бы уже закрыли. На хрена открывать? Вопрос. Играем в программу что, где, когда. Что открыли, когда закрыли. И третий вопрос, на хрена? Это уже кто, где, кого. Да не слушайте, пожалуйста. В общем, эдиотизм, скажу я вам. А потому что они сейчас хотят делать выборы. Каждый борется за свое место. А мест мало. Вместо одно. Вот. Вот. Что еще? Вчера неделю назад я положил сюда. Что, женщина? Женщина пропала. Искали ее. Короче, Вчера нашли. У нее машина упала бы шире. Ох, ничего себе. Ну, понятно. Все так, это самое. Вот. Но фактор, что нашли там спецгруппу вызвали, чтобы вытащить ее с машины, потому что там все искорежено. Во проживании в чувак глупый вопрос, конечно, нет. Ну, хотя бы нашли, хотя бы знают, что ну, да. Что нигде это не что-то. Что еще? Я не знаю, что еще. Я вот люблю Аджику именно с амитантом. Обалдеть. Вчера тяну получается. Значит, выборов насчет Трампа. Не знаю. Может, и на клоун. Что? Может, он и клоун, говорю. Ну, клоуну не дают на близкую премию. Я не знаю, что будет сейчас. А сейчас, говорят, для Израиля будет не очень хорошо, потому что Трамп очень помогал Израилю. А еще неизвестно. Скорее всего, этот. Второй. Не знаю. Вообще-то возрасте. Не знаю. Тесто тоненькое, да? Вообще. Тоненькое тесто. Обалдеть. Хорошее тесто. Ну, где-то порядка... Миллиметр? Да. Порядка миллиметра. Пошла. Да, мне немножко немножко. Ну, педали, что на тарелке не нужны эти вообще. Да? Ну, как раз делала, что мне практически хватило теста. Ну, немного осталось, собаку, но не люблю тесто с морозилки. Ну, так, если там слоеный, я все все... Слоеный, я не умею его готовить, так я не покупаю. А так ложат в морозилку, потом достают. Как приготовить это тесто? 10-15 минут? Выделите себе 10-15 минут. А для меня день-ва. Да, ладно, тебе-то кажется. Слушайте, он тонко и тонко, для Маш. Сирота. Вытиглась. Я себе понимаю, знаете, когда я дома, вот это заморозочка, чебуреки, они потом слепаются, с руками-то не положил. Вот так на готовил, но упил так. На месяц с лишним не захочется. Если бы спокойно. Если бы спокойно, да. Тесто пузырчатое. И тонко. Вот. Смотри, гереза. У нас хотел рассказать, ну, савром, по-моему, лет 10 назад, если не больше, посадили одного русского тюрьма. Уборщик он был уборщиком или охранником в школе, уборщик, по-моему, в школе. Молодой мужик, вот он все это время сидит. Посадили его, вроде бы, как за убийство. Две девчонки за убийство одной девочки, школьницы. Школьным туалетем. А девочки, которые были бы, были бы как свидетелями, они погибли с самоубийством. Ну, сейчас до сих пор ковыряют, ковыряют, но похоже на то, что он не виноват. Правда? А человек сидит в тюрьме. Лет 10 точно сидит в тюрьме. Это так. Пофебист. Угу. А все это за незнание ивритов? За незнание законом? Выйдет и потребует компенсацию. Ему компенсируют за эти года. Ну, вот да, но года-то не вернешь. Ну, да. И репутацию-то не сильно очистишь. Каждый, кто знает, ты же не будешь каждому объяснять или бумажку носить, что я не виную. Ну, это ужасно. Это ужасно. Хотелось лучше рассказать. Читала. Ну, а друзы у нас, ну, арабы, друзы, да, евреи, христиане. Бедуины. Бедуины. Короче, говорим, у друзов недавно. Это тут сидит, хрюкает. Горитесь. Ну, хочется, чем болят. Это у друзов, короче, это на вирус умерших. Знаешь, что он сильно старый, старый? Нет. Ну, я знаю, 60, от 60 до 70. Ну, не читаю, что это старый человек от коронавируса. Короче говоря, похоронить. Его не выдают похоронить, потому что нужно точно узнать, И, по-моему, это хоронит в пакетах. Ну, чтобы не придалось до раза при захоронении, я так думаю. Эти братья, друзья, человек 200, налетели на морф, выкрали тело силой, не выкрали, забрали, будем, так сказать, тело силой. Женечка, будешь аджику? Не, не буду, не буду, уверенно сказал Женя, а потом уверенно ее всю съел, также уверенно, на здоровье. Просто, а если бы не поставил, Женя, будешь аджику? Тогда бы я почти всю сментану съел, вот в чем разница. Слышно, помолча, слышно, как хрустит. я заходил, выкрали тело, вот от того, что полиция, увидя такую толпу, даже не стала вмешиваться. Но они забрали, жить всем хотелось, но хочется. Забрали, похоронили его. Вот так она бороться за свои дела. Я вчера стримбила, и одна девушка, которая была на меня стриме, очень хорошая девушка, вот, она говорит, посмотрела ваши стримы и поняла, в чем причина. Неправильно вы ведете стримы, очень культурно. Надо хрюкать, макать, брать жирное, засовывать в себя, чтобы людям было интересно. Но если я не умею так есть, ну, хрюкнуть, могу хрюкнуть. Ну что, чувак, ну что, ну это же не я. Я ем. Вот такая такая есть. Женька кушать, подошла, отрыжка, отрыгнула. Ну это все человеческие, это самое. Если кто-то скажет, что я этого не делал, да вранье, и хрюкайте, и пукайте, и все, и аристократы, и дегенераторы, и дегенераторы. Это человеческое, это человеческое, это самое. Сущность. Да. Всем одинаковы. Если раздеть меня до гола, и расценить, это самое, это королеву, с Англией, мы-то с ней одинаковы, две руки, две ноги, и дырки, где надо. Ну все то же самое. Обычный человек. Что ты задумался о королеве? Смотрите, сколько пузырей. Я прям уже как у меня лопаться. Я просто не могу на радоваться, какая молодец. А, мама, молодец. Что такое? Что такое? Рита. Рита толкает, толкает меня. Ну, можно, люди, бакет, любительницы у нас. Нельзя это, конечно. Рита, все последнее. Смотрите, сняла. На. 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 Бери. Можно. Можно. Бери, можно. Я разрешаю тебе. Я разрешаю, бери, да. У меня все нога уже в слюнях, ну капает у нас. Видите, да? Видите? Это чья-то бесстыжая морда. На. Все. Довольно. Мне тоже хочется вкусненького. Конечно, собачья жизнь хочу, чтобы в следующей жизни была собака. Только не дворовая, а домашняя. Чтоб лежала на спинке, спинке меня вот это пузо подчухивало, лапка подергивала, похрукивала. И все. А Женька будет рядом собачка лежать тоже, похрукивать. Вот уже будет подчухивать, будем собачки. в следующей жизни что? Пока? Да. Мы с тобой не расстанемся никогда? Нет. Я потом буду хаб-хаб делать. Да, всегда. Я тебя была какая-то медуза такая, сидела без слюни спускала. Лучше бы, наверное, было, да? Я такая, женщина-перчик. Я вижу медленных людей. У тебя хоть толстая, вот же имя не даст соврать. Ну, медленная. Ну, ладно. Она настолько медленная, что пока я повернулся, она уже здесь сидела, сделала. Вставляете, насколько я быстрый. Не, я просто действительно, я не люблю, когда люди начнут. Пока она разгон возьмёт. Пока ты разгон взяла, я уже добежала до финиша. Соли-то свободно. Уйди отсюда. Не люблю я фарш ложить, знаете. Мы тут и любят. Мы лицами или приправы. Вот соль, перец. Я пробовала, ложила травки, там, муравки. Вот не то. Забивает оно вкус. Это хорошо уже мне там это толкать. Забивает вкус и не то. Уйди отсюда. Соль, перец, много-много лука. И чуть-чуть положила чесночка. Вот я четыре зубочка положила на фарш. Я в фарш добавила немножко вкусного масла. Пожалуйста, салфетку. Всё. Папка наелся. Да. Вы знаете, бывает, хочется. Вот сделала, нажался. И спит подходит. Ну что? Вот, может быть, завтра возьму на работу. Да, ну, чтобы принести потом обратно. Чтобы принести потом обратно. Ну, сейчас холодно. Не принесу. Я ж не против. Ну, видите, сегодня. Там аж мяско, а там аж болтается. Чтобы не ркать вас. Сейчас винцевойки покажи. Так же, говорит. Чё, риточка. Я говорю, вы неправильно делаете бубанги. Надо клянчить, просить, плакаться. Ребята, а у нас нам не зачем ничего просить у вас. Честное слово. Я могу попросить. Здоровье вы нам не дадите. Я могу попросить одну вещь, которая мне нужна. Мне нужна. Здоровье мне побольше. Нереально. Чего просить, когда нереально. А остальное у меня всё есть. Я счастливый человек. Хочется, да. У меня есть хороший муж. Который объёмся, говорит, чебуреков. Вырастил мне вот тут, вот тут, и даже не будешь. Нужно любиться чебурекам. Вырастила, воспитала под себя. У меня есть шикарная дочь. Шикарная дочь. Можно. Шикарная дочь. У меня всё есть. Кусок хлеба есть. Кусок масла есть. Сейчас уберегу. Друзья есть настоящие. Но их, она даже, друзей даже быть мало. Не бывает целого по-друге. Блин, всё. Значит, засосёт этот чебурек, и не поймут, что нам съела. Поэтому и кусок, кусками дали. Вот так надо чмокать, да? Поднимаем контент, давай. Хрюкнуть надо ещё. Хрюкнуть это, и калюционный сон, если бы хрюкнуть. Я пью. Хрюкнуть. 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 Вот. Поэтому у меня всё есть, и ничего просить. У меня семья, которая меня любит, уважает. Мне здоровья надо. Ну, к сожалению, это невозможно. Вот даже сейчас готовила, и ненавижу сама себя. Знаете, почему ненавижу сама себя? Потому что у меня проблемы со спиной. Ну, скажут, да, внешний вес, меньше, да, чебуреков, что это. Понятно. Это всё проходяло. А спина, это значит, ноги. То есть я стою, я голубой ещё могу. А ногами уже не могу. Они уже стоят, аж тросится. Так что вот так вот, ребятки. Так что у меня всё есть. Я счастливый человек. Потому что у меня очень хороший муж. Очень хорошая дочь. А тот, кто начинает говорить, что это некрасиво, надо делать то-то-то. Нет, ребята, значит... Это не красиво. Вы говорите, что мы неправильно делаем. Неправильно делают. Ребята, просто вы несчастливы, и всё. Для вас важнее говно всякое. Почему ты говоришь, что это ерунда? Ну, почему ерунда? Потому что человек сказал, что если бы мы делали так, у нас бы больше контента. Я не хочу жить, я не хочу жизнь жизни Ютуба. Мы вошли туда, потому что сидели на краем венусе. Нам было скучно. Тогда же они ещё не подрабатывали. Мы зашли туда. И всё, и сейчас я это потихоньку надотяну. Захочу, закрою. И когда начинают говорить, ой, нам завидуют, потому что нам копеечка капнула. Да не завидую я четырём долларам вашим. Не завидую. Почему я должна завидовать? Почему каждый равняет всех по себе. Не надо завидовать всех. Ну, равняй всех по себе. Поэтому я ничего не прошу. Всё, Рита. У меня всё есть. Всё. И вам того же желаю. Ты на кухне? Да. Термицу принеси. Я не хочу это сделать. Хочу разрезать, показать. Вот. И вам того же желаю, ребята. Ай-яй-яй-яй. Самое главное вам желаю, знаете чего? Даже выпью за вас. Здоровье. Поверьте, остальное такая фигня, такая ерунда. Даже те же самые деньги. Даже те же самые деньги. Вот они есть. А пойди купи здоровье. Где этот магазин? Нет. То есть, всё в твоих руках. Да, вы скажете, надо похудеть. Да. Сложно мне похудеть, потому что у меня не то состояние, где я выжираюсь. Ремень такой. Ага. Вот за ваше здоровье, чтобы всё были здоровы. Все. И старый, младь. Чтобы наши дети не плакали, потому что они что-то болит. А плакали от счастья, потому что что-то получили, о том, о чём мечтали. Поэтому так, ребятки. Скоро закончится всё это говно. Скоро он закончится. Очень-очень тяжёлый год. Посмотрите, какой у меня тиремеса. Который называется год крысы. И сидим мы по домам, как крысы. И нас просто... Имеют, как крыс. Нас просто мир испытывает. Знаете, насколько... Ну, можно было... Что? Нас просто мир испытывает, насколько нас хватит. Ножу поднять было не судьба, да? Я думал, там теперь и есть. Я же хочу разрез показать. Ага. Сейчас, что у нас получилось разрез. Вот так он получился разрез. Смотрите. Видите? Я думаю, что... Вот видите? А что я думаю? Что Анжела молодец, я думаю. Анжела молодец. Или супер молодец. Да? Добавка супер идёт. Да. Ты вот это делал тирамису. И ты очень сильно размочил. Мы первый раз делали тирамису. А их надо... Секунду я просто вчера у Вектора смотрела. Мастер-шоп, который это... Вмочил и вымочил. Сразу же вытащил. Раз, два, всё. И ты сейчас чувствуешь, они такие пропитки. А крем? Что супер? Что-то было жило. Крем, кстати, я первый раз сделала из творога. Я не разогнила с творога. Я просто хочу немножко попробовать и всё, я наевшу, честно. Да. Не, обалдеть. Крем я хочу из творога. Ой, выхуду. Монтаж. Добль-2. Купила творог, кстати, мне не понравился творог. Да? Он знаешь какой? Он как масса. А я люблю творог немножко крупинками. И я творог, сливки. Всё, закончила. Рассказ, есть рецепт. Мне понравился этот крем. Обалдеть вкусно. Не размягшие эти термисушки. Они пропитались. Очень вкусно, правда. Какао многовато, нет? Что? Какао? Нет. А патальки, патальки эти самые, вилочкой сделал. Ребятки, я допью соль и вина. Ещё раз за здоровье. Чтоб мы уже вылезли с этого. Это испытание, которое мы должны пройти. Бог не даёт просто так. Это очень сложное испытание для всего мира. И если мы возьмёмся за голову, возьмёмся за руки, станем немножко добрее, то мы обязательно это пройдём. Поэтому давайте поднапряжёмся, попыхтим немножко, постараемся. Пройдём. Всем будем здоровы. Это такое небольшое, это большое испытание, это огромное испытание для всего мира. Вот. Но мы обязательно пройдём. И это небольшая чистка. Хватит засирать мир. Хватит. Становитесь добрее. Никакой зависти нету. Не судите всех по себе. Если вы придёте человеку с добром в дом, он с добром к вам и откликнется. Если вы зайдёте в дом любой с мечом, то такую же отдачу и получите. Если будете меня кусать на стримах, я буду гавкать на стримах. Если будете со мной нормально сговаривать, я вас всех люблю. Поэтому, ребят, ставьте лайк. Мы очень вкусно покушали. Допиваю за вас. Покажу. Шарикову пиво не давать. За наше здоровье и за мир. Во всём мире. Ребятушки, любимые, ставьте лайк. Даже тот, кто меня не любит. Ребятушки, любимые. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик. Смотрите видео. Приходите на наши весёлые стримы, где нет разборок. Где только позитив и счастье. Всем пока-пока. Всех люблю и целую. Бай-бай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...